Гречка Такую гречку вы еще не пробовали! Друзья, сегодня 3 замечательных рецепта! Удивительно вкусные и простые в приготовлении! Давайте готовить! Для рецепта нам понадобится 100 граммов отварной гречки, 3 яйца, кусочек сыра 80-100 граммов, 5 столовых ложек муки, чайная ложка соли, чайная ложка разрыхлителя, немного для вкуса черного перца молотого, чайная ложка тмина и растительное масло для жарки. Яйца хорошо взбиваем, добавляем соль, прям щепоточку хорошую, перемешали, и теперь все, мука, разрыхлитель, перчик, сюда же тмин, семена, прям вот так. Перемешиваем, остается добавить сыр, я его порезал мелким кубиком, и гречку. Еще раз хорошо все перемешиваем, и выливаем на разогретую сковородку в небольшое количество масла. Жарим под крышкой на умеренном огне. Жарим с обеих сторон. И аккуратно, при помощи двух лопаток переворачиваю. Хоп! Красота! Наш перекус из вчерашней гречки готов! Друзья, невероятно аппетитно все это смотрится! Если есть свежие овощи, отлично! Нет, ничего страшного! Берите салат из консервации и вот такая вот замечательная запеканка, сытная, ароматная, сырная и с гречкой. Очень вкусно! Этот рецепт тоже очень простой. Для него нам понадобится по 300 граммов пюре картофельного и отварной гречки, одно яйцо, соль, перец берем по вкусу и 5 столовых ложек муки. Соединяем все в чашки побольше, гречка, пюре, сюда же яйцо, хорошая щепотка соли, перчик, добавляем муку и хорошо-хорошо перемешиваем, замешивая тесто. Тесто получается липкое, но оно такое должно быть. Теперь с помощью двух столовых ложек формируем вот такие вот кнетлики и отправляем их в кипящую воду. После закипания, буквально минута, и можно доставать. Еще один рецепт, где гречечка просто великолепна! Друзья, они невероятно нежные! Лучше подавать, конечно, со сметаной. Необычное сочетание, но уверен, вы его быстро полюбите, потому что вкусно! Следующий рецепт сладкий. Для него нам понадобятся гречки 70 грамм, 150 миллилитров воды, горсть изюма и 5 штук кураги. У меня 2 столовые ложки меда, щепотка соли, также щепотка корицы, одно яйцо, яблоко и морковка и 80 миллилитров кефира. Гречку хорошо промываем, заливаем водой и отвариваем до готовности, пока не выкипит вся вода. Конечно же, можно использовать готовую гречку. Рецепт намного быстрее приготовиться, но мы, пока она отваривается наша, натрем морковь на мелкой терке, а яблоко на крупной, сюда же отправляем курагу и изюм. Курагу я порезал кубиком, чтобы было помельче, яйцо, друзья, щепотка соли, немного корицы, тоже щепоточка, кефир и мед. Сюда же добавляем гречку, которая у меня остыла и все хорошо перемешиваем. Берем жаропрочную форму, смазываем сливочным маслом. Отлично, духовку я разогрел на 200 градусов, при этой температуре и будем выпекать. Выкладываем всю массу, выравниваем и отправляем. Запекаем минут 20. Ну вот еще один классный рецепт с гречкой у нас получился. Друзья, очень ароматно, мне такая запеканка очень и очень нравится. Сверху слегка присыпем сахарной пудрой. И завтрак готов. Приходите в гости завтра и не забудьте зайти в гости в инстаграм, там много личного. Короче, ждем вас каждый день с новым рецептом. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.